Панзера выгоним из ангара В состав набора входит открытое все оборудование и легендарный внешний вид. Это 6,5. Теперь давайте посмотрим, что предлагают за 6,990. Мне, честно говоря, ощущение такое посещает, как будто бы я в каком-то дешманском супермаркете, в котором все заканчивается на 99. Ну ладно, окей, 6,990, будем называть вещи своими именами, за 7 тысяч, то есть на 500 голды дороже набор, и здесь вы получаете танк, открытое все оборудование и легендарный внешний вид, точно так же, как в наборе, за 6,5. Плюс к тому, вы получаете себе обвес выскочка, вы получаете дополнительно 3 камо, ну и вот этот, мне кажется, никому не нужный аватар с какой-то карнавальной маской. Не знаю, ребят, если уже и покупать, то я бы все-таки покупал за 6,5, потому что все-таки вы покупаете машину, а не все, что идет в довесок. То, что положили в довесок, оценили в 5 тысяч за 3 камуфляжа, но это, ребят, не какие-то там суперкрутые камо, это камуфляжи эпические, два из них действительно симпатичные. Что касается эффекта бабочки, я его никогда не понимал, и ни на одной машине он нормально не смотрится, ну, по крайней мере, по моему скромному мнению, ну, потому что вот этот вот эффект бабочки как-то смущает меня. Ну, а что касается обвеса выскочки, то его оценили целых 4 тысячи голды, мне кажется, что это бред какой-то, потому что за эту выскочку вы платите цену годной шестерки, либо семерки, ну и при этом всем, ребят, камуфляжи оценили вообще в 5 кусков, что тоже является ценником для порой даже годной восьмерки. За 5,5 можно было Леву брать в составе крутого набора, а здесь просто 3 камуфляжа. Ну, ладно, это дело такое, у каждого свои копилки, и каждый рассматривает по-своему каждое предложение, но я лично считаю, что накануне Черной Пятницы покупать себе в индивидуалке Panzer 58, это занятие такое себе. Все-таки там вы можете подобрать себе машинку получше, по хорошим скидкам, я очень надеюсь, что так оно и будет, и вы не прогадаете, и придержите свою голду, не покупая Panzer 58. Машина не супер выдающаяся, да, у нее есть ряд позитивов, в то же время есть и негативы, и вообще машина крайне посредственная, по крайней мере, по моему скромному мнению. Абсолютно честный обзор на вот этого вот товарища есть на канале, я обязательно добавлю ссылочку в описании к данному видосу, и плюс она вот здесь вот всплывет вверху в процессе данного видео. Что касается орудия, 5,7 секунд время перезарядки, комфортно, классно, приятно, 2500 ДПМ, очень классно для среднего танка на восьмом уровне, 240 единиц урона, 212 пробития, которого хватает играть против средних танков, против тяжей, действительно сложновато. Но стоит отметить, что хорошие подкалиберы есть, 259 единиц пробития, будем говорить 260, и вот этим вы действительно сможете проговырять практически любую восьмерку, не сильно сложно, почему? Потому что здесь есть хорошее время сведения и очень приятный разброс. Орудие действительно точное, здесь никаких вопросов к нему не имеем. Угол всплывания орудия вниз, минус 10, позволяет очень комфортно отыгрывать на всякого рода неровностях, ну а скорость 50 км в час, если я правильно помню, сейчас перепроверим так, чтобы вас в заблуждении не вводить. Да, 50-ка вперед и 20 назад. Я бы не сказал, что очень бодро, но по крайней мере достаточно, а вот отъезжать назад при 20 км в час, действительно крайне комфортно. Ну что, берем машину и погнали в бой. Итак, друзья, поехали. Давайте тестить и сразу параллельно с тем, давайте будем обсуждать ценник. 6,5 тысяч за легендарный внешний вид, который не бросается в глаза и ничем уникальным абсолютно не обладает. И плюс к тому открытое все оборудование. Все, на этом в целом набор заканчивается. За 7 тысяч вы получаете 3 дополнительных камуфляжа и обвес выскочка. Какие есть варианты на рынке? За 7,5, если я правильно помню, продавали про джету 46, простите, которая куда поинтереснее по геймплею, куда веселее и действительно предоставляет вам какие-то нестандартные ощущения от боев. Плюс к тому, можно взять за 8 тысяч, допустим, химеру. Кто-то скажет, ну прям ГСН совсем сравнил 7 тысяч и 8 тысяч, но все-таки разница в один косарь это 2 недели, нет, не 2, 20 дней, да, получается, просмотра рекламных роликов. То есть, грубо говоря, 2 третьих месяца. И вы получаете себе более интересную тачку, как ни крути. Я не говорю, что Panzer 58 это прям совсем фуфлышная машина, которая ни на что не способна и вообще ничем не обладает. Я не об этом говорю. Я говорю просто о том, что машина вам зайдет и вы будете часто на ней играть только лишь в случае, если ничего другого у вас в ангаре нет. А если у вас есть более интересные и более клевые тачки 8 уровня в ангаре, то эта машина, она просто будет стоять у вас и вы будете крайне редко на ней выезжать. Это правда жизни МПЗ Panzer 58 и ничего здесь такого нет. Есть огромное количество машин, посредственных в нашей игре и просто это очередная. Он действительно хорош в отношении орудия. Он очень быстро сводится, у него очень точная пушка, он действительно умеет жалить, но в то же время почему-то не предоставляет абсолютно ничего уникального. Хотя на это принципиально способен. Ебум бы скорости немножко добавить. Ну или альфы немножко. Тогда да, тогда было бы существенно повеселее. А так получается, машина вроде бы и годная, а каких-то феерических ощущений от боя у тебя нет. Доигрываем каточку. Сейчас обязательно посмотрим на результаты боя. Все, что можно было сделать в данном бою, я сделал. Мы получили победу, ну а я лично получил 3 фрага в копилку. Смотрим, что нам это дает по результатам в виде серебра, ну и соответственно, где мы находимся в нашей команде по результативности в отношении нанесенного урона. Я не думаю, что мы там прям в лидерах находимся, по крайней мере я этому буду очень сильно удивлен. 3400 единиц. 3 сделанных фрага. Что касается нашей результативности по фарму серебра, то с учетом того, что у меня активирован прем-аккаунт 47000 чистоганом. Что же касается без прем-аккаунта, то будет существенно меньше 27300. Ну, я бы не сказал, что это не фармер, на нем фармить можно, но я бы в то же время не говорил о том, что это прям суперкрутой фармер, которого стоит себе заиметь именно для того, чтобы зарабатывать серебро в нашей игре. Как вы видите, срединка. Срединка у нас получилась по количеству нанесенного урона. Ребята отыграли классно. И здесь, ну прям, не за что. Не за что кого-то обижать. Молодцы. Ну, а что касается наших соперников, то эти ребята отыграли действительно качественно, достойно сопротивлялись. И считаю, что лидеры противоположной команды однозначно достойны лайка. Я не думаю, ребят, что данную машину вам все же стоит сейчас приобретать за 6500 или уж тем более за 7000 накануне Черной Пятницы. Мне очень хочется верить, что на Черную Пятницу будут жирные классные скидки на более годные и более интересные машины. Согласны, не согласны, пишите обязательно об этом в комментариях. Но если вы за честность и первый раз на моем канале, или смотрите его без подписки, оформляйте подписочку прямо сейчас. Это будет такая себе ваша благодарность за мои труды и старания. Спасибо вам большое за поддержку моего канала в развитии. Огромное спасибо вам за просмотр. Мира вам, друзья. И обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok